Ага, друзья, пошла запись. Дозовем эти несколько фильмов, если мне хватит терпения на несколько, прогулки по зимнему саду. Ну, зима кончается, а все ли мы знаем, я боюсь, что не все, а может быть и ничего. Много новичков задают такие вопросы, на которые я ответил 5-10 лет назад, а если считать еще пару бумажных журналов, бумажных газет, то 20 лет назад с лишним. Но проценты бесконечные, исчезают из моей жизни люди. Одним царство небесное желаю. Другие руки опустили. Не потому что они плохие садоводы, а потому что время такое. При фронтовой полосе замолчали десятки моих друзей по ту сторону фронта. И поэтому грустно это все. Но будем надеяться на лучшее. И когда-то все-таки молодежь. Молодежь нужна. А ее не то что мало, ее вообще нет среди нас. Я надеюсь, еще пока жив и пройдет год-два-три-пять, может быть еще пригодятся мои фильмы. Что такое зима? Если вы обратите внимание, тропинка проложена только к дровам. Вот. Сад практически не тронут. Наст снеговой покров не тронут. Это святое. Такое же святое, как летом дерн зеленый, травяной, который может только косить и больше ничего, и не трогать траву, не трогать листья. Вот это и есть настоящее садоводство. Оно щадящее, оно гуманное. Оно спасает нас от радикулитов. Вот. Представляете, полностью перекопать сад, а потом как написано в наставлениях. Не шучу. Кто еще не читал? В течение лета поддерживать черный пар. То есть травинки появляются. Их надо полоть, полоть и так до самой зимы. Вот этот, не сказать уже идиотизм. Вы знаете, я не раз приводил пример. Если меня взять, заставить, приказать, прочитать лекцию в сумасшедшем доме, из ста сумасшедших 99 будут кивать голову. Да, конечно, вы правы. Разве можно нас трогать? Это святое. Так же повторяй за мной. А соты скажут, да это я ту самую статью-то и написал. Я остаюсь при своем мнении. Нечего это самое, бока отлеживать. Взял лопату и пошел перекапывать. Ну а теперь и так нас не трогать. Меня извиняюсь у природы, у моего сада, что я сейчас немножко потопчу, потому что мне нужно показать ближний план. Ну что, сразу. Персик перед нами. Почему с него не срезано ни одного веточки на прививку? Ему повезло. Дело в том, что он привит на сливу. Вот видите сливу? А это корневая отводка. Ребята, учеба началась, да. Вот корневая отводка вишни, вот сливы. Вот на эту вишню будет привит черешня. Вот. А вот эта вишневая, а вот снова и на эту будет привит черешня, и на эту. И они не мешая другим, начнут расти-расти. А вы скажете, а вот же мешает этот вишня. Эта вишня практически обречена. Почему? Вот ее коллега стоила только мне, вот видите, вон пень, стоила мне только спилить ее, и она тут же дала множество боковых отводок. А ведь это готовые саженцы. Согласны? Ну как с ними обращаться в другой раз, или кто-то уже знает. Поняли, да? Итак, если перспектива, что здесь будут черешни, вот один, второй, третий, они будут привиты черешнями. И тогда я буду вынужден вот эти еще две вишни спилить. Почему? Когда-то вот с этой вот вишней, которой я показал пень, вот тут, и вот с этих двух, из этого, стоя на, как платформа, не как это, в кузове грузовика, два моих знакомых, хуторянина, собрали 8 ведер. Фотографии есть. Вот. Но уже на этом, в прошлом году, с нее не собрали, с них опять было тут десятки ведер, опять не собрали уже ни одного, никому не надо. Поэтому, если пойдут черешни, вишни эти будут обречены. Но не полностью. Вот те высоченные ветки будут спирены, а молодежь оставлена. Догадаешь, почему? Правильно, у них тоже потом привез черешни. Итак, место это я называю, правильно вспомнили меня, тепловая подушка. Здесь ветров не бывает. И, видишь, эти черешни пойдут в работу. Ладно, собирался ходить по кругу. Ладно, все-таки пусть мне трясется камера в руках. Вот. Покажу все-таки, что я имею в виду. Вот здесь уже несколько, вот здесь вот. Выпили, ой, слово-то какое, не выпили, а выкопано и продано Сергеем. Так? А эти, им повезло. Смотрите. Вишня. Прививка не пошла, ничего. А вот пошла. Вот она черешня. И уже с нее взято на следующее поколение. Почему? Вишни черешневые, это еще не гибриды вегетативные, но около того. Получается, что раз ее приняла вишня, а это очень сложно, и у меня много потерь было. Вот. То есть, допустим, 10 привек сделаю, а пошло 2-3. А раз уже пошло, теперь с нее веточку взял и привью. Ну, я уже сказал, куда. Вон там, где. И уже вероятность переживания будет 90%. Это называется то самое, о чем я говорю, вегетативная гибридизация, но уклонение именно в населении ментора. Термин придуман железовым. Вот. И его друзьями. Еще пример. Вот это тоже пошло. Смотрите внимательно. Видите, черешня привита на вишню. С нее взята верхняя часть, 2-3 отрезана, и будет привита, я уже сказал, куда. Вот это и есть учеба. Это и есть наглядная, а не то, что в статьях почитаешь, и зубы начинают ныть. Потому что я их от злости сжимаю. Последние зубы крошатся. Итак. Видите? Ну, просится черешню привить. Уже не вишню. У меня там этих вишен, как этот говорил, гуталина, как этот говорил, самый кот матроска. У нас этого гуталина хоть завались. У меня вот этих вот, видите, пожертвовал. Но она всего за 2 года дала вот такие приросты по новой. Всего за 2 года. И сейчас она опять будет плодоносить. Причем плоды будут в 2 раза крупнее, чем у соседей. Так. Идем дальше. Надеюсь, что-то я успел путнее сказать. Вот. Смотрю, запись идет. Итак. Начали мы с чего? Что вот этот персик привит на вишню. Какая-то вишня. Интересно, откуда она пошла. Вон она. Слева. Называется. Красно-желтая китайская. Название самопрозглашенное мною. Одно точно, что с Китая. Одно точно, что китайская. Вот. Вот она шла сюда. Интересно, что сюда и вишни идут. Смотрите. Сюда вишни идут. И слева идут. Вот вишни, вот слева. Вот вишни, вот слева. Вот слева, мама. Шло-шло и пришло. И вот именно вот это вот был, на ней был привит персик. Вот он. И уже он встал, несмотря на молодость. Внимание. Маточным деревом с него взяты черенки Сергеем Железовым. Вот так вот. Поняли, да? До этих не добрались. Вот. Я еще думаю, что с ними делать. Вот. Мешать не мешает? Может быть, я на них еще персики привью. Ну, не решил, но руки не доходят до всего. И вот, когда я смотрю, я, что обычная вишня Китай как раз-то желтая, а у меня как-то огуталина, как кота Матроскина. Но дело в том, что уже не хватает ни сил, ни времени, чтобы вот здесь вот красовался уже персик в виде привоя. Ну, ладно. Поплакался. Идем дальше. Итак, персик на, почему, повторяю, начал с чего? Малорослый. Потому что эти сливы малорослые, знаете, сколько? Им лет по 8. Вот это и вот это. Вот эта малорослость, она многим нравится. Пожалуйста, привайте на нее хотя бы абрикос. Пока не помрет, нам, может, 5-10 лет прожить. Может, 15. Как повезет. Но хотя бы малорослость обеспечена. Это болезнь абрикоса. Вот, видите, абрикос. Достать невозможно. Падает, разбивается. Хорошо на семена идут. А так бы вообще считайте, что оно тут зря находится. Ну, ладно. На персик малорослы полюбовались. Это тоже еще раз. Еще раз. Вишня слева. Слева китайская желтая. Вот, которая уже... Ну, вот это и лет 8, это и где-то лет 6. То есть... А и так, она... О, он торчит еще. Да, видите. Это называется... Шагает по планете. С помощью корневых отводков. Вот. Приближаемся к чудесам. Знаете, что это такое? Сейчас. О, Боже. Памяти-то нет. Вот. Не могу я руки чешутся. Что, до чего дочесалась рука? Смотрите. Внимание. Что здесь написано? Здесь написано... Здесь написано... Ау! Что здесь написано? Украина. Ё-моё. Разберемся потом. Когда? Когда вот эта ветка заплодоносит. Ладно. Чуть не опозорился. Но уже слово Украина... Это, конечно... Я надеюсь, что шалах. Но это не обязательно. Ладно. Войлочная вишня. Дело в том, что здесь мощный... Находится ниже мощный этот самый... Муравейник. Я пожертвовал ей редчайший случай. У меня обычно муравейники. А на соответствующем... Десятке фотографий, десятке случаев. А на абрикосах ни одной тлинки. А войлочная вишня, да... Вон как я свернул. Затли было море. И муравейник. Я сказал себе... Друзья, муравьи... Я вас уважаю. Я отдаю дань тому... Что мне пришлось чуть ли не пожертвовать деревом. И всё было свернуто. Что вы думаете? Погибла? Смонимание. Ну, погибла войлочная вишня. А какая она вкусная. То есть... И нашим, и вашим. Я с ними делился. И они не стали уничтожать дерево. А здесь не видно. Здесь мощный муравейник. Мощный. Просто здесь много снега. Полметра. Поэтому не видно. Его муравейника. Вот так вот. Идём дальше. Так. Ну-ка. Дивлюсь я на небо. Дай думку гадаю. Ух ты, а цвет-то какой. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Есть у меня чудеса. Есть. Сейчас скажу. Академик пианиста. О! Тот самый. Я вам несколько черенков продал. Видите? Видите? Вот. А не все я продал. Смотрите внимательно. Продал? Продал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать. Всё. Вот эти одиннадцать черенков. Поехали в ваши сады. Это сто, сто двадцать грамм плоды. У-у-у-у. Вот. А вы скажете, о себе. А вот смотрите внимательно. Вот они. Это остаётся мне. И как только земля тает на почте колопаты, я их сразу переношу на другие. А у меня уже по двое готовы. Причём по двоям примерно три года. И накажем по десять-два цветок. О! Простор для творчества, да? Ну, идём дальше. Ещё походим пока у меня. Ух ты, как быстро. А, на морозе, поэтому быстро садиться. Ну, сколько успею, столько сниму. Уже то, что снял, уже ценность представляет, мне кажется, для новичков. Груша. Ну, там бирка под снегом, выкапывать не буду. Вот. Приросты, видите, растёт скромно. Ей не хватает солнца. Ни отсюда солнца не хватает. И ни отсюда солнца не хватает. Поэтому растёт очень плохо, медленно. Вот. И вопрос только в другом. Значит, делать ей обрезку или ждать, плодоношение. Плодов ещё не видел. Всё бывает, ошибки бывают. Вот я ещё не решил. Дело в том, что и получается так. Если вот эта ветка ещё годится на прививку, ну, так, с натяжкой, кто-то скажет тонковато, кто-то скажет в самый раз. Вот. Но стоит её вот так отрезать, оставить несколько посек. Каждая из них, новых веток, обычно 2-3-4, будет в полтора раза тоньше этой. И длинную, длину потеряет. Ну, будет, например, вот такие. Вроде бы, получается, обрезать смысла нет. Но обрезка приближает плодоношение, специальная обрезка. Она так и называется, обрезка на плодоношение. Но я вас этому учить не буду. Я надеюсь, что у вас без этого хватит терпения дождаться урожая. Вот обрезка на плодоношение только для селекционных садов. Вот. Побыстрее, побыстрее. Жизнь коротка. Вот так вот. Ну, насчёт химер. У меня тут так получилось, что я специально обрезкой не занимаюсь, да? У меня здесь великолепное дерево. Называется лесная красавица. Но просто не дерево, а сказка. Вот. Вкуснее плодов не бывает вообще. По крайней мере, в торговой сети не найдёте. Вот так. И вот у неё взяла вот с этого части, с этого места. Кстати, вот её уже начали дяту долбить. И всё равно, скажу я, замазывать нельзя. А вот это всё, величайшая дурь, взять и начинать сдирать всё это. Это такая ошибка. Это такое предательство людей, ничего не понимающих, просто повторяющих как попугаи. Их надо общим названием назвать попугаи. И вот так и буду называть прежде. Не трогать. Вот что есть, то есть. Урожай был-был. Показывал-показывал. Угощал хотя бы виртуально. Угощал. Слюни текли-текли. И вдруг у неё вырастает вот эта ветка сбоку. Вот. А это дерево я осадил. Тогда соседу. Вот это я посадил соседу. Вот это. И ещё эти самые. Кстати, вишни это не осадил. Я их потом перепривал на сережке. Внедрял сережью гены. Но это ладно. Вот это дерево. И потом покажу вам упавшие абрикосы. Скажу, как надо калечить деревья. Как их надо любить, чтобы уничтожать. Вот. Вот они, абрикосы, которые были куплены у меня. Два куплены. Вот этот подарен. Я всё рассказывал. Теперь возвращаюсь к чему. Итак, не помню. Где-то здесь, в районе вот этой ветки, которая сбоку выросла, и есть место прививки. И получается, то ли это, то ли это культурный, то есть будет крупная вкусная груша, то ли это подвойная ветка. Но я смотрю, она уже культурная. На ней нет ни малейших следов шипов. Вот с шипами сейчас познакомлю. Так, ни малейших шипов. И всё-таки на границе подвоя-привоя. Тогда что можно ждать? А вдруг одичает чуть позже. Скажется подвой. А вдруг плоды будут, но невкусные. Например, крупные, но невкусные. Вот. А вдруг они будут вкусные, но мелкие. В общем, вот за этим надо следить. А так как на ней не было ни одного плода на этой ветке, значит, я говорю, железу помирать рано. Значит, надо прожить ещё хотя бы годик. Потому что в этом году уже должны быть цветы и плоды. Ну и напоследок, 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 а, кстати, ещё два сюжета. Нет, ещё запись идёт, хотя осталось там чуть-чуть зарядки. значит, когда-то сосед взял и отпилил вот эту ветку. Вот эту, вот эту отпилил. После этого вот здесь была такая же мощная ветка, вот как эта, да? Вот здесь такая же мощная ветка была. Вот. Пень остался. Он эту отпилил, она ему мешала. Тогда умерла вот эта. Вот. Ну, долго держались, это ещё держится. вот, это королевский роскошный абрикос. Вот это упало на днях. Вот. Просто взяла и упала. И получилось как? Ну, сами догадайтесь. Вот. Начало положено. Мороз, 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 мороз. И она отломилась. А здесь всё гнилое. Смотрите. Вот, видите? Всё гнилое. Это не грибы виноваты. Грибы доедают наши ошибки. Вот это всё началось. Если бы вот эта ветка не была отпилена, сейчас это дерево, оно было равно, вот видите, обломок. Оно было равно вот этому. Вот. И давало 10-20 ведер каждый год. В среднем. В среднем. Вот этот момент, ещё раз, началось всё вот с этого. У меня есть фотография, когда это ещё было цела и плодоносила. У меня есть фотография при Елене Савинич, когда уже я вот это отпилил, и мы использовали её как пень для того, чтобы посидеть на нём. Демонстративно вспомнил, что нельзя пилить в лесу, как сказал шарик, эти самые, только для бабушек пени нужны, а вообще-то лучше бы их не было. И, скорее всего, вот это дерево, последняя ветка, обречена, но ещё жива. Ну, в общем, так. И последнее. Чувствую, что долго я не прожить. Видите? В двух метрах я посадил. Всегда была призната тачка, вспоминайте, фотографии есть, и небольшой саженец абрикосовый, привитый. Позапрошлым году просто был посажен, и я ещё ставил рекорд. Помните, в кино? За несколько десятков секунд было посажено дерево как альтернатива этим дурацким многочасовым посадкам и лекциям. И, ну, холм постепенно как-то расплылся, стал почти не заметен. На третий год, да, бесполило, всё так же. На третий год она в дикой засухе, а это академия, кстати, она дала ветку длиной внимания. Видите, отпыльно. Рядом мы поставили этот, как он называется, а линейку получили где-то 2,20-2,40. Вот. Прирост. Ну, эти поменьше прирост. Вот она сразу стала маточем. Можем, имеем ли моральное право, то, что нам запретил делать Мичурин, использовать молодые деревья с неустоявшейся психикой, ну, я уже так образно, с неустоявшейся психикой, использовать в качестве маточного материала. Я считаю, можно. Отсюда все мои чудеса. А, когда говорят, нельзя, только со взрослого дерева брать устоявшегося психикой, я вам скажу так, ребята, а вы найдите на нем сейчас серенки на прививку. Ну-ка, пошли? Нет. Вот и получается. Или мы наступим на горло теории, практики, используем молодые деревья в качестве маточника. Ну, вроде бы все. А ну-ка, запись еще идет. Ну, что это такое? А ну, пошли дальше. Вот. Вот маточное дерево со 100-граммовыми плодами. Плоды видели? Видели? Облизывали. Смотрите, как я его изувечивал. Я не говорю, что оно умрет, но горькая судьба у них. Видите? Горькая, горькая, горькая. Вот это есть маточники. Скажете, сколько отрезаем? Вот эти почки, раз, два, три мелкие, даже вот эти спящие, они просыпаются, когда дерево увечит, вот как это изувечено. Вот два, три пойдет отсюда. Вот, где-то показать для примера. Два, три пойдет отсюда. На следующий год будут уже вот такие ветки, вот такие, вот видите? Вот. И еще год, и оно уже теряет свое, за два года в ближайших теряет свое предназначение как маточное. Чтобы сохранить как маточное, не могу еще решиться, мне придется вот здесь отпиливать. Не вот так продолжать, видите? потому что уже больше веток маточных не даст. А если здесь отпилить, здесь много еще ростовых почек. Здесь отрезал, тогда она вновь даст вот такие ветки. Ну что, хватит у вас это, учить дерево калечить. Давайте я на этом закончу. Благодарю за внимание. Ой, не показал дикую грушу, но я столько раз показывал. Главный признак острые, как иголки почки. Все, друзья, пока. Вот.